39 зареченских четвероклассников подали заявки на участие в городской олимпиаде по математике. Ученик 221 школы Вадим Скалдин до этого выступал только на школьном уровне. На общегородских испытаниях мальчик впервые. Мне просто интересно решить уравнение примеры задачи. Вот какая тема тебе кажется сложной, за которую ты переживаешь, если вдруг тебе такое задание попадет? Вот сложные задания через их задачи. Это тебе нужно уравнение составить? Да. В списке предметов, по которым проводятся олимпиады для четвероклассников, помимо математики, есть еще русский язык и окружающий мир. Даша Кормилицина из 225 школы принимает участие в испытаниях по двум предметам. Накануне она выполнила задания по русскому языку, теперь решила проверить свои математические знания. Занималась, у меня есть книги к математике, чтобы готовиться. Сама занималась или с учитель? И сама занималась с учителем. На выполнение заданий детям дают 1 час 15 минут. Все задачи олимпиадного уровня, чтобы их решить, знаний только школьной программы недостаточно. Задание, конечно, заставит ребенка проявить смекалку, эрудицию, применить все имеющиеся знания, накопленные за курс начальной школы, в нестандартных, новых условиях. И здесь есть и действительно очень сложные задания, на которых, собственно, и выявляются победители и призеры. Участников олимпиады никакие сложности не пугают. Они готовы размышлять над всеми задачами. Я буду думать, например, очистить схемы, писать условия. На следующей неделе свои знания проверят ученики 2-х и 3-х классов. Для них пройдут так называемые метапредметные олимпиады, когда детям нужно будет выполнить задания сразу по нескольким дисциплинам школьного курса. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный».